Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Я приветствую вас на новой вебинарной неделе компании Директ Медиа. У нас в Директ Академии. И сегодня наша тема, тема диссертации, как выбрать, обосновать и писать с удовольствием, проведет сегодняшний вебинар Наталья Логачева, наш постоянный, постоянная ведущая. Пока вы собираетесь, я сделаю, как всегда, несколько объявлений от себя, от постоянного ведущего Директ Академии. и руководителя проекта. В самом начале нашего чата 4 полезные ссылки. Самая первая ссылка ведет на наш главный сайт. И на этом сайте вы можете на этой главной странице, на нашу главную страницу нашего сайта, на этой странице вы можете зарегистрироваться на все вебинары, во-первых, текущей недели, а во-вторых, внизу в интерактивном расписании на все вебинары, предстоящие до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на нем будет размещена, к середине-концу недели будет размещена запись и этого вебинара тоже. А вообще мы приближаемся к цифре 400 записанных вебинаров, это будет наш очередной рубеж. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов, и на ней можно подобрать себе курс для онлайн-обучения. Ну и, наконец, четвертая ссылка говорит о том, где приобрести сертификат после окончания нашего сегодняшнего вебинара. Хочу также проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся у нас со вторника по четверг на этой неделе. Вот эти вебинары. Завтра в 12 часов 18 декабря состоится мой вебинар. Это третий вебинар из маленького трека, четырехвебинарного трека, посвященного учебному видео. И этот вебинар называется «Внимание, мотор!» Записываем учебный видеоролик сами. В среду 19 декабря в 15.00 Марина Орешко, тоже наша постоянная ведущая, проведет вебинар «Что нам стоит квест построить?» Создаем библиотечные квесты. Наконец, 20 декабря в 12 часов состоится последний вебинар из триады вебинаров, которые делает компания «Стебек». Вы вновь встретитесь с Натальей Феофановой, которая вела первый вебинар этой триады. И она проведет вебинар, точнее, она проведет мастер-класс, который называется «Как создать онлайн-курс на Степек». Там должны быть уже некоторые практические моменты, связанные с созданием курсов. Добро пожаловать на эти наши вебинары. Регистрируйтесь, пожалуйста, прямо сейчас. Ну что ж, мои вводные слова закончены. Я приглашаю Наталью на связь. И попрошу провести ее сегодняшний вебинар. Наталья, прошу. Добрый день, друзья. Помогите мне, пожалуйста, сориентироваться со звуком. Как меня слышно? Все в порядке? Отлично. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, сегодня у нас с вами очередная встреча. Я очень рада, что у нас их несколько. И каждый месяц мы с вами встречаемся и обсуждаем какую-то очередную полезную тему, которая поможет вам двигаться на пути к успешной защите диссертации. Прежде чем ее защитить, сначала нужно тему определить. И, собственно говоря, сегодня наша встреча посвящена именно этой теме. И не знаю, присутствуют сегодня все старенькие или кто-то новенький присоединился. Поэтому буквально два слова обо мне. Я доктор экономических наук и веду проект, который помогает аспирантам, докторантам двигаться на своем пути к успешной защите. И поэтому делюсь с вами какими-то своими знаниями, опытом и так далее. Что касается сегодняшнего вебинара, то у нас сегодня, казалось бы, три вопроса на повестке дня. Но они очень важные и они очень прикладные. Первое, с чего мы начнем, посмотрим вообще, как можно определить тему. И сразу хочу сказать, что мы поговорим не просто о том, как ее определить, а о том, как ее определить, чтобы потом писать-то было вам приятно, эту диссертацию. Второе, поговорим о паспорте специальности. И, в общем, завершим вебинар важнейшим вообще разделом в этой теме. Это поговорим о том, как, собственно говоря, обосновывать тему, что это за процесс обоснования темы и как его вообще осуществить. Давайте, прежде чем мы будем двигаться вперед, буквально немножечко пообщаемся в чате. Напишите, пожалуйста, те, кто пишут диссертации, можете написать, какую диссертацию вы пишете, то есть кандидатская или докторская. Можно тему не писать, просто написать, есть она у вас или нет. То есть мне важно понять, насколько актуальна тема с точки зрения именно поиска диссертационного исследования. Нет, не пишем. Нет, это не пишем или нет, нет темы. Кандидатская тема, обдумываем, нет темы. Добрый день, Алексей Михайлович. Тема есть. На пенсии собираюсь писать. Евгения Юрьевна, это правильно. Нет окончательной формулировки, Ирина Альбертовна. Елена Андреевна поняла, да. Так, кандидатская формулируется. Есть тема. Замечательно. То есть у нас есть участники, у кого уже этот вопрос в принципе решен, но пришли посмотреть, и может быть даже, возможно, что-то изменится, да, восприятие. Тема нет, есть вектор, тема есть кандидатская уже за пять лет, уже пятая за пять лет. Алексей Михайлович, так вы просто мастер, видимо, по подготовке кандидатских. Замечательно. Хорошо, друзья, давайте тогда посмотрим, что же с темой делать, да. Ну, на самом деле, часто для аспиранта, я имею в виду аспиранта, который официально имеет этот статус, да, этот вопрос вообще не стоит. Меняется с ним, меняются темы. Все понятно. И для некоторых такой вопрос не стоит. Почему? Ну, потому что тема им просто предлагается, да. Такой вариант возможен, но мы сегодня поговорим немножко о других моментах, хотя этот тоже, так, немножко коснемся этого момента. Итак, если вы только собираетесь писать работу, или вот у вас есть необходимость найти тему, да, то очевидно, что нам надо с вами понимать, я сразу хочу сказать, что мы сегодня будем говорить не о любой теме научного исследования, а именно о теме диссертации. Поэтому здесь есть небольшие особенности, мы о них проговорим. Почему я рекомендую, или я бы на вашем месте начинала с себя? Дело все в том, что диссертация – это достаточно длительный проект. Вы будете работать над этим текстом, изучать эту тему достаточно длительное время. И если эта тема, ну, вообще никак с вами не связана, да, то есть если она просто вам была предложена, допустим, да, и вы просто вынуждены ее писать, это не всегда плюс для вашего пути. Потому что, да, может быть, вы этой темой увлечетесь, она станет в том числе и вашей, и все пройдет нормально, но очень часто бывает, что люди не доходят путь до конца именно потому, что они, что называется, надорвались с темой. То есть, ну, вот не легла душа к ней, да, поэтому, конечно, имеет смысл посмотреть в себя, понять, что мне вообще интересно, да, в своей науке, которой я занимаюсь. Возможно, у вас уже были какие-то наработки по этой теме, может быть, у вас были публикации, может быть, у вас была предыдущая диссертация, и вы хотите продолжить, например, изучать эту тему, да, или ситуация может быть связана с вами как с практиком. То есть, если вы занимаетесь практической деятельностью, и у вас есть необходимость внутри этой практической деятельности изучить какой-то аспект более детально, то вы, собственно говоря, можете совместить приятное с полезным, да, и, в общем-то, углубиться в тематику и параллельно написать по этой теме диссертацию. Такие варианты абсолютно возможны, и вот этот подход, когда мы придерживаемся своих интересов и своих уже имеющихся каких-то наработок, знаний, умений, да, по какой-то сфере, обычно такой подход достаточно результативный, потому что то, что интересно нам, то, что нас захватывает, оно не требует какой-то дополнительной мотивации в дальнейшем, чтобы заниматься этой темой, да, мы сами просто по собственному интересу, по собственному желанию занимаемся изучением этой темы. Ну, иногда бывает сложно понять, а где же саму тему, да, интересы у меня есть, да, например, но как вот эту тему-то отыскать, как ее нащупать. Ну, если вы практикаете и работаете вообще с практическими абсолютно вещами, то очевидно, что в практической деятельности встречаются часто такие моменты, проблемные моменты, спорные моменты, то есть такие практические казусы, может быть, да, которые, кстати говоря, теоретик вообще и не увидит, то есть не касаясь этих вопросов практической деятельности, например, если бы вы спросили тему у научного руководителя, у своего, он ее мог не увидеть, если он не является практиком. Поэтому вот первый вариант выбора темы, он очень замечательный, почему? Потому что вы точно понимаете, что эта проблема существует, то есть вы ее не выдумываете, вы не пытаетесь понять, а вот может быть вот это взять или вот это взять, а вы точно понимаете, что эта проблема есть, что она существует в реальной практике, и неплохо бы с ней разобраться. Второй вариант, он годится для ситуации, когда вы, ну вот вообще, только что закончили ВУЗ, например, недавний студент, вы еще не можете сами разобраться в специфике тех научных тем, которые имеет смысл брать, и не можете спрогнозировать, защищаемая ли эта тема, тогда, конечно, можно обратиться за помощью к научному руководителю. Но, друзья, если вы захотите пойти этим путем, то однозначно, что нужно сделать? Никогда не приходим к научному руководителю просто с вопросом, а подскажите мне, чем бы мне заняться, да, но это выглядит как-то странно. То есть, естественно, в любом случае мы приходим с какой-то идеей, и несмотря на то, что часто аспиранты, докторанты на это даже не надеются, они понимают, что это не нужно, а аспиранты очень часто думают, что они придут к научному руководителю, и научный руководитель просто даст им тему, скажет, ну вот, либо такую бери, либо такую. Так бывает? Да, конечно, бывает. Но вопрос, опять же, вас эта тема греет, вам эта тема интересна, она однозначно будет из поля научных интересов самого научного руководителя. Это плюс, потому что в этом случае научный руководитель сможет вас как-то ориентировать лучше. Но, с другой стороны, вот здесь надо внимательно подойти к этому выбору, насколько эта тема подходит вам. А вдруг она для вас совершенно новая, вам совершенно с нуля надо двигаться? То есть тут нужно взвесить все за и против. И лучший вариант, когда все-таки вы приходите с идеей, с каким-то, может быть, даже с какими-то пусть простыми формулировками, которые вам было бы интересно вот эту тематику исследовать, да, а ваш научный руководитель, как более опытный ваш партнер по пути подготовки диссертации, он поможет вам эту тему даже не только, не то, чтобы откорректировать, да, потому что формулировку можно позже сделать красивую, а именно поможет понять вам вот то направление, куда эту тему стоит развить, для того, чтобы эта тема была яркой, для того, чтобы эта тема обладала хорошим уровнем новизны и так далее. Поэтому вот три варианта, да, если совсем примитивно говорить, сами придумали, исходя из своего понимания знаний, там, имеющегося материала, спросили у научного руководителя или сделали это вместе. Но дело все в том, что если бы было так все просто, то, ну, вообще никаких проблем бы не было. На самом деле, раз мы говорим с вами о диссертации, а не о просто любом научном исследовании, то здесь есть, безусловно, особенность. Причем особенность очень существенная, и если мы не будем учитывать это обстоятельство, мы можем столкнуться с не очень приятными моментами в будущем. Скажите мне, пожалуйста, друзья, какая особенность, по вашему мнению, пока мы еще не рассмотрели ее, есть у темы диссертационного исследования. Вот что в ней такого вот... Андрей Семенович просто в точку, замечательно, соответствие темы и паспорта специальности. Ирина Анатольевна, замечательно, новизна. Еще, друзья, бросайте идеи, давайте мы посмотрим все варианты, ведь не только это, да? Еще что у нас с темой должно быть? Еще, еще. Есть идеи? Идеи закончились, хорошо. Давайте тогда... Актуально и интересно многим. Безусловно, актуальность – это одно из необходимых условий, да, обязательное условие соответствия паспорту специальности. Конечно, конечно, значение для теории практики. То есть тема должна обладать определенной значимостью, теоретической, практической, да, актуально. Актуальность... Сейчас тоже поговорим об актуальности. То есть, смотрите, целая совокупность особенностей у темы диссертационного исследования, вот именно они в своей совокупности наделяют эту работу той ценностью, значимостью и так далее, которую мы смогли найти для того, чтобы эту тему представить, точнее говоря, не тему, а результаты исследования по этой теме представить. Но, смотрите, если мы говорим, что, например, актуальность темы, она важна и для монографии, друзья, да, чтобы нашу работу прочитали. Допустим, значение для теории практики – то же самое, для какого-то исследовательского проекта, для монографии. Безусловно, тоже вот это все важно, да. Но, смотрите, есть две вещи, которые однозначно отделяют просто научную работу от диссертации. И об этом вы тоже написали, и первое из них – это то, что нам подходит не любая тема. Дело все в том, что когда мы с вами… у нас уже такой слайд с вами был в одной из презентаций, я его специально повторила, чтобы он был вам знаком, да, что наша с вами задача, когда мы говорим о том, что я собираюсь защитить кандидатскую, например, по экономике. Я сначала очертила область наук, да, то есть я говорю, что я собираюсь стать кандидатом экономических наук. Но этого недостаточно. Не любая экономическая тема позволит мне это сделать. Точнее говоря, позволит, может быть, им большое разнообразие тем, но я не могу защититься просто по экономике. Я защищаюсь по определенной специальности. И поэтому вот этот большой круг – это область исследования, которая ограничивается паспортом этой специальности. А ваша тема должна уложиться в этот паспорт. И ни у одного эксперта, ни у тех экспертов, которые будут читать вашу диссертацию в диссертационном совете, ни у тем более экспертов ВАГ, не должно возникнуть ни малейшего сомнения, что ваша тема именно в этот паспорт специальности укладывается. Итак, давайте чуть подробнее по паспорту специальности. Значит, для того, чтобы определить вот этот круг вопросов, который мне позволит получить ученую степень по определенной специальности, существует такой документ, который называется «Паспорт специальности». Где этот документ можно искать? На самом деле, если вы знаете шифр своей специальности, или там ее точное название, никаких проблем нет, ее можно найти просто через поисковик. То есть вы можете задать в Яндексе, в Гугле, где угодно, паспорт специальности такой-то, написать шифр ее и получите документ. Я все-таки предлагаю пользоваться более официальными вещами. Более того, напоминаю, что мы с вами в первую нашу встречу говорили о том, что могут происходить изменения в номенклатуре специальностей. Есть это повод, по поводу, как бы, вот, ну, все-таки с правильного места брать этот документ, да, чтобы точно гарантию иметь, что вот он актуальный. Поэтому я все-таки рекомендую вам сайт ВАК. Когда мы на сайт заходим, там, в принципе, легко сориентироваться. По левому крайнему меню проходим в самый низ и видим паспорта научных специальностей. Если вы в этот раздел заходите, то там мы попадаем в окно. Я не сделала, да, слайдик. Ну, там вообще все просто. Там есть поле для поиска и перечислен список в порядке возрастания номеров в шифре паспортов специальности. То есть вы можете либо глазками пробежаться по этому списку, но если шифр далекий, то этого не стоит делать. Просто в строку поиска заносите цифры или название вашей специальности и получаете паспорт. Паспорта там размещены в полном тексте, да, и, соответственно, вы можете ознакомиться со всеми особенностями, которые есть в вашем паспорте. Что такое паспорт вообще? Паспорт специальности – это как раз документ, который закрепляет вот эту область исследования. И если вы пишете диссертацию по этой исследовательской сфере, то вам присуждается соответствующая ученая степень. Паспорт специальности утверждается в АК, размещается на их сайте, и, соответственно, вы можете с ним ознакомиться. Когда стоит обратиться к этому документу? Честно говоря, чем раньше, тем лучше. Уж однозначно в тот момент, когда вы собираетесь работать с темой, определять тему, вот просто паспорт специальности должен лежать рядышком с вами, чтобы вы постоянно могли на него глазками посмотреть и прям выверять, да, подходит, не проходит и так далее. Что такое паспорт специальности и из чего он состоит? Сразу хочу сказать, друзья, что паспорта специальности очень разные. Я сейчас приведу парочку примеров для того, чтобы более эта разница была очевидной. Но, и опять же, структура у паспорта специальности, она не фиксирована. То есть то, что представлено на слайде, это совершенно не означает, что вот прям все-все-все эти пункты там в паспорте будут. Я сейчас вам покажу примеры, будет ясна разница. А то, что будет точно, абсолютно в любом паспорте. Первое, это будет шифр специальности. Это те цифры, которые стоят перед названием вашей специальности. Они будут отражены и в вашем автореферате, и в диссертации, да, на титульном листе. То есть вы, и кроме того, вы будете диссертационный совет подбирать ровно тот, который позволяет защищать работу по этой специальности конкретной, да. Второй момент, это формула специальности. Что такое формула специальности? Вот там как раз в этом разделе и описывается сфера, то есть она ограничивается вот в этом разделе, конкретизируется, если хотите, да. Кроме того, если ваша специальность похожа с какой-то специальностью, ну вот я конкретно выбрала две специальности, которые как раз в эту ситуацию попадают. Это специальность 08005 экономика управления на предприятии, экономика управления, там чего-то там сейчас сходу не скажу, да. И 08001 – это экономическая теория. Вот для того, чтобы понять, в чем разница между этими паспортами, прямо в паспорте каждой из специальностей написано, чем они друг от друга отличаются. Если у вас такая же ситуация, значит в вашем паспорте тоже это будет указано. В некоторых паспортах, почему говорю, что в некоторых, потому что многие паспорта уже мы рассматривали с участниками моих программ, бывают указаны объекты, предметы исследования. Но в некоторых этого нет. Что это для вас означает? Если предмет и объект исследования в паспорте указан, это означает, что для вашей специальности он конкретизирован. И когда вы будете их формулировать, вы должны ориентироваться опять-таки на паспорт вашей специальности. Вы не можете написать что-то отклоняющееся от этого, потому что в вашем случае объект и предмет конкретизированы. Если же нет ни объекта, ни предмета, значит вы самостоятельно или с помощью научного руководителя, научного консультанта формулируете объект и предмет, просто опираясь на вашу тему, на вашу сферу исследования и так далее. Еще одним разделом паспорта специальности является область исследований. Область исследований – это такие конкретные пункты, то есть получается, что вот эта исследовательская сфера, она разбита еще на какие-то кусочки, на группочки такие. И вот каждая из этих маленьких групп конкретная, она называется область исследований. Области исследования в паспорте специальности нумерованы, и соответственно, если в вашем паспорте специальности много областей исследований, то когда вы будете формулировать положение новизны, каждому положению новизны в скобочках вы будете указывать пункт из паспорта специальности. Сейчас приведу примеры. Естественно, если у вас этих пунктов там мало в вашем паспорте, то это не требуется. Ну и отрасль наук – это информация о том, кандидатом какой конкретно науки вы будете, если вы защититесь по этой специальности, потому что есть паспорта специальностей, по которым человек может получить в разных областях степени. Это тоже стоит учитывать. Значит, далее. Давайте посмотрим на примеры. По поводу презентации. Друзья, я как-то обычно презентации не даю, поэтому их нет у вас в ресурсе. Значит, что касается конкретного примера. Вот экономика управления народным хозяйством. Специально даю пример этого паспорта специальности по очень простой причине. Это огромный паспорт. Он имеет размер 36 страниц. Естественно, почему это происходит? Потому что здесь очень широкий спектр того, почему можно сформулировать тему и, соответственно, по какой конкретной области может пройти ваша защита. Вот, пожалуйста, так, я не взяла курсорчик. То есть, вот шифр специальности – это вот этот шифр, вот название вашей специальности, формула специальности – то, о чем мы с вами говорили. То есть, что здесь рассматривается, по сути, да? Предмет исследования, вот то, о чем я вам говорила, в рамках данного паспорта специальности указан предмет. И смотрите, здесь четко написано, предметом исследования являются управленческие отношения, такие-то, такие-то. Поэтому, если я собираюсь защищать диссертацию по этой специальности, я должна иметь в виду, что очень желательно, чтобы формулировка моего предмета исследования согласовывалась с той трактовкой, которая здесь представлена. От меня ВАГ желает увидеть, чтобы в этой работе я рассматривала отношения управленческие. Соответственно, я буду вот эту фразу, например, управленческие отношения, использовать при формулировке предмета. Уже потом, естественно, когда я уже буду работать более внимательно над текстом введения и так далее, просто забегая вперед, чтобы вы имели в виду. Вот то, о чем мы с вами говорили, область исследования. Почему этот паспорт такой большой? Потому что здесь очень много вот таких областей исследования, по которым вообще отдельно происходит защита. Допустим, у меня как раз по региональной экономике защита была. Там есть логистика, там промышленность, сельское хозяйство и так далее. Это будут разные специальности, несмотря на то, что это шифр одинаковый. И это будут разные диссертационные советы, потому что не все советы могут защищать по всем, 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 всем областям исследования этой специальности. Итак, например, если я беру региональную экономику как область для своего исследования, вот у меня написано, что конкретно я должна исследовать, какие вообще могут быть исследования, может быть, там, связанные вот именно с этими, да, аспектами. Кроме того, обращая ваше внимание, в этом паспорте стоит объект исследования. Опять же, он конкретизирован. Когда я буду писать объект, да, для своей диссертации, я тоже должна сюда буду обязательно посмотреть, и мой объект должен быть созвучен тому, что указано вот здесь. А вот вам, пожалуйста, области. Области, они вот нумерованные, и поэтому, когда вы будете... Их там очень много, еще раз повторяю, да, 36 страниц, понятно, что там огромное количество этих пунктов и огромное количество вот этих вот разновидностей самих, как бы, подтипов вот этой специальности, если так можно сказать. Поэтому, конечно, у вас будет хороший выбор относительно того, может быть, даже глядя на эти области исследования, у вас родится тема. Вот, а можно же вот это изучить, а можно вот это изучить. То есть, у вас начнется какой-то творческий процесс поиска вот этой темы. Теперь смотрите, отличие какое. Специально, опять же, привела в качестве примера второй паспорт специальности. Вот он весь на слайде. То есть, это одна страничка. Но это тоже паспорт специальности, но специальности другой. Это защиты по онкологии. Тоже, посмотрите, есть вот эти разделы. Шифр и формула есть везде. Здесь о чем, то есть, какие исследования попадают в эту тему. И вот, пожалуйста, области. Здесь их всего семь. И понятно, что если, допустим, у меня работа будет по профилактике, то все, у меня нет выбора. Это только циферка один. А если, допустим, у меня будет работа по поводу того, а как это лечить, как воздействовать, то это просто циферка четыре. Сейчас, секунду, позвольте мне пока на это не отвлекаться. Значит, что касается вот этих двух моментов, вот различий, да, что бывают большие паспорта, бывают маленькие паспорта. Суть в том, вот в выборе, в работе с этим паспортом, да, чтобы независимо от его размера, вы четко понимали, почему ваша тема внутрь этого паспорта входит, да, то есть чтобы вы сами были спокойны по этому поводу и, соответственно, чтобы вы четко понимали, в чем там вот эта вот специфика. Значит, вот когда паспорт большой, когда он маленький, понятно, тут все конкретно, а вот когда паспорт большой, тут опасность при выборе темы вот какая. Чтобы не случилось того, что ваша тема попадает и туда, и туда, например. Поэтому, то есть, например, в одну и в другую специальность. Поэтому вы внимательно изучаете паспорт, и если у вас есть хоть малейшие сомнения, значит, берем паспорт еще какой-то специальности и сравниваем, не попал ли я случайно туда. Конкретный пример. У меня коллега писала докторскую диссертацию по экономике. В итоге, когда она повезла ее в диссертационный совет, ей сказали, извините, у вас не по экономике, а по демографии работа. И когда открыли две специальности, она тоже даже не открывала этот паспорт по демографии для того, чтобы сравнивать. Ну, то есть пишет человек по экономике и пишет, она считает, что вот это работа экономическая, как будто бы она туда входит в этот паспорт. А оказалось, что там очень большие пересечения со вторым паспортом. Поэтому вот здесь очень внимательно мы работаем, потому что мы с вами должны четко тему, когда мы с вами выбираем, мы с вами четко должны понимать, почему именно такая формулировка, потому что формулировка у меня должна обязательно уложиться вот в этот паспорт специальности. Значит, что касается, я сейчас помню об этом вопросе, мы сейчас как раз к нему подойдем, вот в этой части. Это Андрей Семенович, я вам отвечаю. Значит, что касается обоснования, вот то, что мы выбираем тему, что она нам нравится, что она там, паспорт уложилась, это все прекрасно, замечательно, это обстоятельства, которые нужно учитывать, конечно, но мы должны четко знать, что с нас потребует, ну, потребует, не потребует, что сопределим, да, провести такой процесс, который называется обоснование темы диссертации. Что это такое? То есть, что значит, что я должна обосновать тему диссертации? Я же ее выбрала, она мне нравится, она и в паспорт входит, что вы от меня еще хотите, да, думает Аспиран. Поэтому давайте чуть подробнее разберемся вот с этим моментом. Значит, обоснование темы представляет собой, ну, я не могу сказать, что это вообще абсолютно разные вещи, да, но возникнет необходимость, может быть, по-разному. Значит, во-первых, имеет смысл обосновать тему просто для себя, да, то есть, чтобы вы точно понимали, что да, у меня хорошая тема, она по определенным критериям, которые указаны прямо на этом слайде, она проходит, да, и, соответственно, все нормально. Второй момент, вас могут обязать провести эту процедуру, потому что вас отдел аспирантуры может попросить, ну, не может, просто в некоторых вузах это есть, в некоторых вузах такого документа, как отдельного документа нет, могут попросить заполнить документ, который так и называется «Обоснование темы диссертационной работы». Друзья, у кого уже есть опыт, напишите, пожалуйста, в вашем вузе существует такая форма или нет. В чате напишите, пожалуйста. То есть, как документ, была ли у вас потребность заполнить этот документ? В индивидуальном плане аспиранта, да. А вот как отдельный документ? Вот, например, в Высшей школе экономики есть вот этот вот документ, как самостоятельная бумага, которую вы заполняете, к ней есть определенные требования, ее нужно подписать не только вами, да. То есть, понятно, что это у кого-то есть такое, у кого-то нет. В любом случае, смотрите, этот раздел реально присутствует в индивидуальном плане аспиранта, что называется, в обязательном порядке. Поэтому, в любом случае, озадачиться этим процессом, да, для того, чтобы понять, вот что и как, то понятно, что мы с вами не пройдем мимо этого процесса. Что значит в самых общих чертах обосновать тему? Это значит показать, что эта тема актуальна, что она обладает значимостью теоретической или практической, или и той, и другой одновременно, да, и то, что она обладает новизной. И вообще, если прямо из вашего названия темы это следует, то это вообще здорово, это высший пилотаж, да. Не всегда это удается делать, но тогда хотя бы внутри самого вот обоснования это нужно проделать обязательно. Вот если это документ, то тогда как раз у нас и срабатывает вот эта необходимость подумать над конкретными разделами и при формулировке темы конкретные вот эти разделы посмотреть и озвучить их, да, ну понятно, и в том числе, и в том числе, почитательra все, что если нет верно, то она выбирает нас, То есть это поселили. Как вы видите, означает, что вот это делаешь нужно без пробуждения, чтобы обо exposжиться к своему년�есте, по-наш Продолжение следует... Понятно, что это я привожу примерный план обоснования. Обычно, если это документ, то он содержит внутри себя конкретику, и вам будет легко соориентироваться, что именно нужно писать. Но если этого у вас документа как такового нет, и вам нужно просто написать текст, вас просят обосновать, то вы можете вот этого плана придерживаться. Итак, актуальность, безусловно, сейчас чуть позже поговорим об актуальности. Цель, задача исследования мы прописываем, ориентируясь на паспорт. Вот почему я сказала про предмет и объект, поговорим чуть позже, потому что вот сейчас как раз об этом. Значит, когда мы с вами формулируем объект или предмет исследования, и они у нас, еще раз повторяю, прописаны в паспорте специальности, то мы, безусловно, ориентируемся на паспорт. Если они не прописаны, то мы ориентируемся на что? Мы помним об их соотношении, что предмет исследования уточняет объект, он как бы сужает границы, вы конкретизируете. И вот это самое главное, чтобы вы при определении того, что является объектом исследования, внутри этот предмет более мелкий, скажем так, да, вы его определили. И поэтому вот хотя бы о соотношении и о попадании в сам паспорт мы помним. Еще один момент, рабочая гипотеза, это не всегда необходимо, но если она важна, и вы хотя бы... Вообще это здорово, если оно у вас есть. Даже если ее не требуют в рамках обоснования, постарайтесь, прежде чем сформулировать тему, понять, а что вы об этой теме сейчас пока можете сказать. Что такое гипотеза? Это какое-то предположение относительно, да, то есть изначальное представление о том, как это будет. Может быть и не так, но изначально у вас есть какое-то представление об этом. Поэтому набросайте несколько вот этих вариантов и выберите наиболее яркую или наиболее правдоподобную с вашей точки зрения гипотезу. Что такое предполагаемая новизна? Ну, конечно, очень сложно предположить заранее, да, что там у меня будет нового. Но сейчас мы с вами проговорим, как можно обосновать, какие инструменты есть обоснования темы, и это станет чуть более ясным. Методология, методика исследования тоже понятное дело, что в документе, если они есть, вы их прописываете, если их в документе нет, то прям прямого отношения к обоснованию они имеют только тогда, когда, например, и вашей новизной или вашей отличительной особенностью вашей работы и является новое, например, приложение методики к вашему объекту или к предмету. Тогда, конечно, об этом нужно написать. Ну и вот этот раздел про практическую и теоретическую значимость, ну, желательно, опять, ну, если он есть, понятно, нужно будет писать, но если его нет, в любом случае постарайтесь подумать, когда вы определяете тему, а кому бы эта работа была интересна, полезна, может быть, да, может быть, каким-то структурам, может быть, каким-то предприятиям, может быть, каким-то организациям. То есть, кому бы вы хотели показать свою работу, и так вы сможете понять ее практическую значимость, кому и чем она может быть полезна. Одно из самых главных моментов обоснования темы – это обоснование ее актуальности. По сути, нам надо доказать, что эту тему имеет смысл изучать именно сегодня, именно сейчас, что она востребована или в самой теории, в рамках той науки, в которой вы будете защищаться, либо на практике существует потребность вот ее изучить. Разные могут быть ситуации, разные могут быть факты и факторы, почему вдруг это необходимо, но в любом случае актуальность мы ищем, формулируем через востребованность. Почему именно сейчас? Почему особенно трудно бывает написать актуальность, когда тема связана, например, с какими-то более ранними временными периодами развития общества или какой-то проблемы, когда вы рассматриваете такие исторические темы. Подумайте, это тоже наведет вас на мысль, как эту актуальность обосновать. А что касается актуальности, она может возникнуть из-за того, что общество развивается, изменяются какие-то факторы, причины, условия развития и так далее, и становится необходимо решение какого-то вопроса или решение какой-то проблемы. То есть вот в эту сторону посмотрите, если вам сложно сходу понять актуальность вашей темы. Или второй момент, второй аспект, когда мы обращаемся к потребностям науки, то есть не с точки зрения практики пытаемся обосновать актуальность, а с точки зрения науки. Опять же, почему, например, именно сейчас необходимо рассмотреть эту проблему? Может быть, изменилась законодательная база, может быть, изменились какие-то требования, может, изменились технические какие-то условия, в зависимости от того, какова специфика. Может быть, я не знаю, сейчас уже не лечат так пациентов и рассматривают эту тему и так далее. То есть на самом деле, если мы обратим внимание на вот эти два аспекта, то мы практически в 100% в случаях отыщем, почему эта тема для нас сейчас актуальна. Что касается сложности, да, вот иногда, ну не приходит это обоснование в голову. Бывает такое, ничего страшного нет. Что мы для этого делаем? Мы для этого начинаем смотреть работы, которые защищены были до вас. Когда вот я начинаю об этом рассказывать, многие говорят, ой, нет, так я же там вот почитаю, и у меня потом возникнет ощущение, что уже все вообще изучено, предложено, написано, и у меня идей не останется. Друзья, ну вы не читайте тогда в таком случае диссертации. Я не говорю, что нужно диссертации прочитать, да. Нужно посмотреть, ну посмотрите авторефераты, посмотреть их бегло. Вот, нам это необходимо сделать по какой причине? Потому что иначе полноценного обоснования у вас не очень-то и получится. Потому что даже если вы актуальность написали, да, что вот да, сейчас очень важно эту тему рассмотреть, а может быть ее уже кто-то рассмотрел, допустим, там в этом году, и он уже собирается защитить диссертацию, а вы только собираетесь ее писать. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, надо понять, а какие работы вообще защищались последние там. Ну, кто-то предпочитает за 10 лет смотреть, я считаю, что это очень много, можно вообще 5 годами, 3-5 лет, можно 5-7, в зависимости от вашего желания, времени и возможностей. Наша задача в чем состоит? Не прочитать все эти работы ни в коем случае. Наша задача с вами состоит понять один очень важный момент. Как ваша тема, которую вы формулируете, которую вы собираетесь исследовать, связана с теми темами, которые уже защищены. Может быть, они где-то перекрываются, есть какие-то пересечения в каких-то областях, может быть, они как-то взаимосвязаны, может быть, они дополняют друг другу, может быть, у них есть какие-то методические, у вас есть идеи такие, которые уже там прозвучали где-то, да. То есть вот наша задача состоит в чем, то есть вот это понять. И тогда, когда вы сможете вот этот обзор сделать, вы как раз, возможно, увидите вот эти, как бы, как потенциал роста, да, вот эта тема, она уже озвучила, например, вот эти, вот эти, вот эти моменты. Ну ведь я-то могу вот это рассмотреть, а вот этот аспект недостаточно рассмотрен над тем автором. Поэтому вы в большей степени смотрите не то, что они предложили, а то, что они не предложили, а стоило было бы, например, предложить. Поэтому вот здесь мы ищем вопросы, которые не нашли отражения в исследовании, или ищем те темы, те вот такие аспекты темы, которые, ну, достаточно поверхностно рассмотрены. Иногда авторы специально, и я вам, кстати, тоже рекомендую, но это не в этой, может быть, теме нужно об этом будет сказать, а в дальнейшей, да. Я вам тоже рекомендую в диссертации оставить потенциал для развития вашей темы. Почему? Потому что члены диссертационных советов реально очень часто задают вопрос, а в чем потенциал развития вашей темы. Потому что когда мы пишем диссертацию, кандидатскую, а тем более докторскую, мы должны четко понимать, что рано или поздно, как это бы пафосно ни звучало, ваша работа будет положена в основу, на нее кто-то будет опираться, ее кто-то процитирует, да. И на каком-то кусочке вашего материала, который вы не так полно рассмотрели, как все остальное, и будет построена какая-то чужая работа. На этом и строится наука, когда мы опираемся на уже изученное и начинаем искать что-то новое, да, какое-то развитие этой темы. Поэтому вот на этот, вот на эти аспекты нужно обратить внимание, у вас могут возникнуть, во-первых, идеи, как раз таки, да, а во-вторых, вы почувствуете, что вот это как раз и обосновывает необходимость вашего научного исследования на эту тему. Ну и, конечно, старайтесь все-таки не мыслить, как все, да, я сделаю точно так же. Вот он же защитил работу по такой теме, значит, я тоже, значит, эта тема является диссертабельной, я сделаю по аналогии. Вот желательно так не рассуждать. Мы как раз не аналогию ищем, а мы ищем какие-то аспекты, которые они не досказали, а нам стоит досказать, как более молодому исследователю, который будет писать диссертацию позже. Значит, что касается обоснования, вот, да, то есть мы сказали, что вот про актуальность, что она сейчас вдруг стала востребована, да, и второе, нам нужно обосновать, а почему. Обоснование отвечает на вопрос, а почему она востребована. Для того, чтобы обосновать вот эту необходимость вот этого поиска новых решений, мы выявляем либо причину, почему старые исследования, понимаете, опять же, да, всегда возникает вопрос, зачем я буду писать эту диссертацию, если уже написано 50 диссертаций по этой теме до меня. Вот ваша задача состоит обосновать это, ответить на вопрос, а почему я ее собираюсь написать? А потому что есть причины, по которым, например, произошли изменения, что-то устарело, что-то стало некорректным, какие-то проблемы усилились под воздействием каких-то факторов, да, то есть вот на это нужно обратить внимание. И еще один аспект, безусловно, наши с вами потребности, наше общество, и все постоянно развивается, мы являемся частью вообще огромного сообщества различных взаимосвязанных там процессов, и, соответственно, тоже могут происходить различные изменения, и мы их тоже должны учитывать. Они тоже будут требовать решить ту или иную проблему новыми способами. Новые технологии возникают, новые потребности возникают и так далее. Ну и, естественно, когда мы говорим обосновать необходимость провести исследование по какой-то теме, мы помимо актуальности должны понимать, что ваша тема должна быть проблемной. Ну, в смысле, не проблемной для вас, она должна решать проблему, научную задачу или научную проблему. То есть, понятно, задача – это нечто более мелкое, проблема – это более крупное. Научную задачу решают в рамках кандидатской диссертации, научную проблему решают в рамках докторской диссертации. В любом случае, это какая-то ситуация, которая сейчас назрела, мы уже сказали, она актуальна, да, и она сейчас требует какого-то решения новыми методами, способами, с учетом новых факторов, с учетом новых обстоятельств, новых условий и так далее. И вот на этом вы и будете строить в дальнейшем свою новизну. Потому что у них было так, а у вас по-другому. У них такой подход, у вас другая методика, другой подход. Соответственно, чтобы так в дальнейшем рассуждать, нам надо сначала понять, как было у них. И это и будет обоснованием того, что необходимо вот это исследование по этой теме все-таки проводить. Где эти работы искать? Это зависит от того, по крайней мере, два места я вам покажу. Наверняка вы с этими ресурсами работаете, но у них есть определенные особенности поиска, поэтому я их озвучу. Значит, защищенную работу можно поискать на сайте Российской государственной библиотеки. Поставьте пятерочку, кто этим ресурсом пользуется. Я просто хотя бы представляла, что вы интерфейс представляете замечательно. Всего пять человек. Друзья, вы скромничаете сегодня. Уверена, что больше людей использовали этот ресурс. Значит, смотрите, здесь очень все удобно, очень все понятно. Когда вы заходите на сайт Российской государственной библиотеки, там есть в горизонтальном меню раздел читателя. Когда мы туда заходим, там есть раздел каталоги. И вот в этом разделе сейчас интерфейс немножечко изменился. Я не стала загроможать презентацию слайдами. Если что-то будет непонятно, вы мне сможете задать вопрос. Когда вы зайдете в каталоги, по-моему, правое, верхний квадратик такой будет, который ваш как раз. И все. И там обычная строка поиска, вы задаете и ищете. В чем плюс этого ресурса? Плюс этого ресурса состоит в том, что, во-первых, там размещены работы, которые, понятное дело, уже официальные. То есть там нет таких работ, которые разместили, убрали и так далее. Они туда попадают каким образом? Они попадают туда по вашей рассылке. Вы присылаете туда свою диссертацию, она оцифровывается и выкладывается. Там доступа к диссертациям онлайн у вас не будет. Но доступа к авторефератам, пожалуйста, будет. Вы даже его можете сохранить себе. Суть не в этом. Удобство этой площадки, этого ресурса состоит в том, что здесь мы можем найти по своим ключевым словам. Например, мне нужно найти, допустим, работы, которые защищены были по социальной инфраструктуре. Я просто на собственном примере привожу. Я ввожу в строке поиска социальная инфраструктура и начинаю поиск. То есть мне не выпадают все подряд защищенные работы по экономике, допустим, а я потом их безумно начинаю отбирать, смотреть и так далее. А я ищу как раз вот работы, которые по моей специфике. Это очень удобно, если мне требуется вот именно такой поиск осуществить. Но иногда я хочу именно диссертацию посмотреть. Мне, допустим, автореферата недостаточно. И здесь я диссертацию посмотреть не смогу. Тогда я ищу другой ресурс. Я перехожу на сайт ВАГ. Тоже, опять же, вот это левое меню. В левом меню мы ищем объявления о защитах. Обращаю ваше внимание, что уже появились объявления о защитах в НГУ. Оно и было. А вот объявления о защитах в рамках самостоятельного присуждения ученых степеней. Это новая вкладка. Скоро там будет появляться все больше и больше работ, которые будут защищаться в тех научных организациях и вузах, которым дано такое право. И когда мы с вами заходим вот сюда в объявление о защитах, то мы попадаем вот на такой экранчик. Здесь несколько полей, которые вы можете заполнить. Если вы, например, уже провели мониторинг, ну, просто знаете авторов, например, тех диссертаций, которые защищены по вашей тематике. Может быть, вы, когда статьи готовили, допустим, когда вникали в эту тему, уже обратили внимание на каких-то авторов, то вы можете вот здесь в поле «Соискатель» прямо указать, чью работу вы видите, и, соответственно, на эту работу, на страничку с этой работой вы попадете. Второй момент. Здесь вы можете ограничить вот то, что я сказала, не надо за всю историю человечества смотреть защищенные работы. Вы здесь можете ограничить поиск вот этими двумя полями, от какого периода до какого посмотреть, и, соответственно, сделать этот поиск более эффективным, чтобы не получить лишнюю информацию. Значит, что еще очень важно. Вот сделали вы этот обзор работ, вы уже посмотрели причины, факторы, вот это обоснование у вас уже сложилось, да, и теперь нам нужно приходить к тому, что нам же тему надо формулировать, нам ее надо как-то представить себе в каком-то таком, друзья, неокончательном варианте, да, то есть темы все равно, они потом могут быть конкретизированы, уточнены и так далее. Здесь не надо вот бояться того, что эту тему нужно сделать сразу идеально, не требуется. Первый совет. Не нужно брать тем, которые малоизучены. Конечно, темы, на которые огромное количество работ уже сделано, да, так они и называются, избитые темы, их тоже брать не нужно. Но если вы вдруг заметили, что вот эта тема какая-то малоизучена, вот совсем мало работ по ней, да, то здесь два обстоятельства нужно сразу же для себя отметить. Первое, это риски, с которыми вы сталкиваетесь, то есть почему, что до вас никто эту тему не заметил, что ли, или может быть она непроходимая, то есть с точки зрения защиты она может быть трудна, да, может быть ее подать очень сложно, то есть вот каждый тезис нужно же ведь доказать, каждое положение новизны нужно же обосновать, да, и, соответственно, может быть с этим какие-то проблемы. То есть вот это должно, этот вопрос у вас должен возникнуть в голове, хотите ли вы пойти этим трудным путем. И второй момент, естественно, у вас будут проблемы с поиском литературы. То есть когда мы видим достаточное количество защищенных работ, кандидатских, докторских, это значит эти авторы писали статьи, монографии и так далее. У вас есть, безусловно, возможность с этими материалами познакомиться, а мы с вами в диссертационной работе обязаны опираться нам на предшественников. Поэтому этот вопрос для вас будет решаться легче, чем для тех, у кого такая малоизученная тема, естественно, по ней мало публикаций. Еще один важнейший момент, просто важнейший момент. Если вы находитесь в той ситуации, когда вы знаете, ну, например, вы обучаетесь там же, где есть диссертационный совет, и вы думаете, что вы в этом диссертационном совете будете и защищаться. Или, предположим, ваш научный руководитель, там является членом какого-то диссертационного совета, он вам сказал, естественно, вы защищаться здесь. То есть, предположим, вы уже, вашу тему нет, а вы уже знаете, в каком диссертационном совете вы будете защищаться. Так бывает, это замечательно. Что здесь важно при выборе темы? Первое. Тогда зайдите на страничку этого диссертационного совета. Сейчас у всех диссертационных советов есть странички, потому что все в свободном доступе размещается в обязательном порядке. И посмотрите, какие диссертации в этом совете были защищены. Есть ли там какая-то специфика формулировки тем? И вот когда вы внимательно посмотрите, выяснится, что да, темы какие-то, вот там есть что-то общее в этих темах. И тогда вам будет гораздо проще тему сформулировать, потому что вы будете на какой-то образец ориентироваться. И чаще всего существует такое, что в диссертационном совете любят, например, с практическими аспектами темы, или вот темы, которые вот именно так формулируются, ссадируют такие-то слова, например. Да, обратите внимание, это очень вам может помочь в процессе именно формулировки темы. Уже не поиска темы и обоснования, а именно в процессе ее формулировки. А также как вот малоизученные темы не очень хороши, точно так же не хороши и широкие темы. Почему? Эта тема кажется необъятной. И когда особенно, когда вы пишете кандидатскую диссертацию, сначала кажется, ой, так я тут и о том, и о том, и о том, и о том. Но получается, что вы об этом, о том, о том, о том, настолько помалу и настолько поверхностно. А если вы не рассмотрите, то будет казаться, что половина темы не изучена. Поэтому не надо замахиваться. Лучше пусть тема будет достаточно конкретная. Самое главное, она должна быть вам понятна, что вы в этой теме собираетесь говорить, исследовать, представлять какую новизну, какую значимость и так далее. Что касается актуальности. Еще до того, как вы формулируете тему, только в тот момент, когда вы ищете сферу, в которой вы будете, какую-то область исследовательскую, сразу вот эту актуальность нащупываете. А может быть, вот это, и особенно, если у вас есть выбор из тем, например. Вы посмотрели, вот у вас там 2-3 темы. Посмотрите, какая из них более актуальна, какая из них более своевременная. Может быть, сейчас есть такая тема, которая, ну, супер важна, супер нужна, потому что там происходят определенные изменения, которые коснутся. И вы, например, знаете, что эти изменения там в 19-м году возникнут. Я не знаю, там налог у нас изменяется, например, да, какой-то. И вы понимаете, что это обязательно будет как-то влиять на остальную деятельность. Соответственно, и, конечно, точно так же с практической теоретической значимостью стараемся прямо на старте, прямо вот на этом этапе формирования темы примерно хотя бы прикинуть, представить, что бы это могло быть. Ну, и я вообще люблю пользоваться вопросами и при формулировании новизны, и при подготовке текста, потому что вопросы, они как бы такие, как говорят, наводящие, да, то есть они тебя наводят на какую-то мысль, они заставляют тебя о чем-то задуматься. Так вот, для обоснования темы есть вот такие полезные вопросы, да, то есть сначала вам нужно, то есть чтобы сформулировать тему, вам сначала нужно понять, а какую проблему или какую задачу вы изучаете. То есть, собственно говоря, вам нужно вот эту саму проблему, ее вычленить как бы, да, ее выделить как бы, понять, в чем ее суть состоит, этой проблемы. Вот пока на простом уровне, ага, она возникла потому-то, суть ее вот в этом-то состоит. Второй момент, опять же, почему именно сейчас, почему именно сейчас она так актуальна, почему мне эту тему стоит взять. Кроме того, отталкиваемся от того, что раньше, опять же, почему рекомендации, которые вот эти, 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 эти предлагали, они сейчас не решают эту проблему. Раз эта проблема существует, значит, те решения, которые были предложены, либо они не используются, либо они использованы, но не дали результата. Посмотрим, да, этот вопрос заставляет об этом нас подумать. Ну, естественно, что не было изучено и для кого. То есть, вот эти вопросы, если вы зададите, собственно говоря, вы текстовку по обоснованию своей темы напишите. А это очень серьезный момент, потому что, как бы, это, по сути, доказательство того, что вашу тему, ваше исследование по этой теме десертабельное, его можно защитить. Оно востребованное, оно актуальное, оно имеет значимость. Ну что, друзья, я думаю, что по обоснованию, наверное, этого достаточно. Я по тому, что хотела вам рассказать, закончила. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Вот я на вопрос по предмету, объекту ответила, или еще что-то нужно добавить? Андрей Семенович. Понятно? Владимир Анатольевич, а если раньше, чем 10 лет назад, был получен аналогичный научный результат? Владимир Анатольевич, а что означает аналогичный результат? Вот аналогичный, это какой? Желательно, конечно, чтобы аналогичного результата не было, потому что нам с вами нужна анализна. Презентацию нет возможности скачать, Евгения Юрьевна. Смотрите, ведь если какой-то, вот что вы под результатом понимаете, если какой-то вывод, или какая-то взаимосвязь рассмотрена, или еще что-то, да, вот из этой серии, то вы же можете другим методическим или методологическим путем пойти. Либо посмотреть, опять же, если этот результат уже получен, а посмотрите, а что еще вокруг этого не получено. Расширьте немножечко границы того, куда вы смотрите, на ту работу, которую вы смотрите, да, то есть что и именно. Вот если у вас вопрос такой, что называется наболевший, вы мне можете на электронную почту написать чуть более подробно. Я вам постараюсь пояснить. Хорошо? Владимир Анатольевич. Друзья, я прошу вас буквально в двух словах, дайте мне обратную связь. Стало ли понятно, что такое обоснование темы, чем отличается от поиска актуальность и вообще с темой, стала ли более понятна ситуация. Может быть, еще что-то осталось и вот какие-то вопросы вы задайте, пожалуйста. У нас же не последняя тема, да, может быть, я постараюсь озвучить. Хорошо. Конечно, можно, Галина Викторовна, можно сделать скриншот из экрана. Спасибо, Елена Андреевна, спасибо. Друзья, еще и еще раз подчеркиваю, если что-то вам, ну, непонятно, например, да, вы хотите уточнить, ну, мало ли, стесняетесь это сделать сейчас в чате, ну, абсолютно не проблема. Напишите, пожалуйста, мне на электронную почту или постучитесь ко мне в друзья в Фейсбуке и Вконтакте и напишите туда личным сообщением, я на сообщения отвечаю. Буду рада вам помочь. Так, анализ коммерческого риска. Не было разработано, почти не было источников. А, я же сказала, что, безусловно, что когда вы берете тему мало исследованно, да, там есть риск, но если она вам удастся, то, конечно, вы будете на коне. Кто ж спорит? Это как с выигрышем, да. Можно рискнуть и не выиграть, а можно рискнуть и выиграть. Да, Ольга Анатольевна, на здоровье, да. Паспорт специальности очень важен. Друзья, я еще побуду немножечко за, без видео, да, побуду здесь в вебинарной комнате. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, я просто не вижу, пишете вы их или нет. А так, я со всеми прощаюсь. Увидимся на нашей очередной встрече через месяц уже в новом году. Поэтому я вас поздравляю с тем, что год заканчивается, наступает новый. Пусть он будет удачный, успешный, яркий. Мы обязательно связаны с вашей диссертацией. Всего доброго, увидимся. До свидания. Ну а Директ Академия пока не поздравляет вас с Новым Годом. У нас еще насыщенные две недели впереди наших вебинаров. Вот мы еще успеем вас поздравить с Новым Годом. Ну что ж, я надеюсь, сегодняшний вебинар был для вас полезен. Я благодарю Наталью Модестовну за, как всегда, успешный и замечательный вебинар. Вас зову на наши мероприятия, которые состоятся на этой вебинарной неделе. И еще раз напоминаю, что сертификаты... Ой, прошу прощения, я два раза продублировал. Сейчас я еще раз размещу информацию о сертификатах. Можно приобрести вот здесь. Они уже сформированы, и те, кто посетил мероприятие, могут их приобрести. Ну что ж, коллеги, до новых встреч в Директ Академии. Я всегда рад вас видеть на наших вебинарах. Приходите, будет интересно. До свидания. Продолжение следует...